Я представил двух экземпляров распечатательных материалов, фотонки. На словах скажу, что в школе работаю, в 60-м лицее, в этом лицее я работаю в 33-й год, постоянно преподаю географию. Кроме географии, по первому образованию я экономист, работал с экономикой, преподавал экономику. Также занимаюсь экологией, краеведением, историей, биологией, социально значимыми проектами. Стараюсь развить детей, выявить одаренных и с этими одаренными достичь, вплоть до российского уровня. За последние три года у меня 15 человек стали призерами, победителями очных всероссийских мероприятий, проходивших в Москве, Облинске. Красноярске, Новосибирске. Дети за это получают премии, становятся муниципальными стипендиатами. Вплоть до 10 баллов к ИГ им прибавляется, точнее к ИГ им всегда прибавляется за эти победы. Здесь, конечно, на уровне области тоже эти победы приветствуются. Среди моих учеников 9 ребят награждены Надеждой Кузбасса. Пятеро человек победили в конкурсе, вот за последние три года победили в конкурсе достижения юных. Кроме этого, стараюсь еще и привлечь детей, помимо выявления одаренных, привлечь детей к социально значимой деятельности, в том числе экологической. И эту деятельность мы стараемся применить на районе нашего наблюдения, нашего исследования. Копинский район, там мы проводим экспедиции научно-исследовательские в летнее время. Вот за отчетный период таких экспедиций проведено было четыре многодневных экспедиции. Ну вот сейчас я немножко хромаю, поэтому в этом году не получилось про это дело организовать. Но тем не менее, значит, крогосрочные поездки по Кропивинскому району и социально значимая деятельность в районе нашего присутствия. Это помощь турженерам тыла, к сожалению, ветеранов войны уже не осталось, раньше посещали их, и общение с местными школьниками. Для них мы, ну вот, в прошлом году мы каждую сельскую школу подарили красную книгу. Предварительно дети, мои ученики, этой красной книгой, значит, воспользовались, материал предоставили конкретно для этой школы. Какие конкретно обитаемые, какие конкретно виды обитают на этой территории и как их нужно защищать. То есть выступали с лекциями, с мини-лекциями вот перед сельскими школьниками. И вот это общение детей городских с сельскими школьниками, конечно, оно дает результаты. Естественно, что мы приезжаем не просто с научной информацией, но и стараемся подарить там сельскими детям какие-то сувениры, комплекты канцтоваров. Ну и вот благодаря спонсорам, благодаря социальному партнерству такая помощь удается. Ежегодно такой помощи примерно мы оказываем примерно на сумму от 100 до 200 тысяч. В поездках в Москву также частично помогают нам мои бывшие ученики, выпускники прошлых лет, которых я учил 20-30 лет назад, и которые со мной ходили в походы, и которые сейчас стали успешными. Поэтому для нас поездка в Москву, так сказать, проблемно не материально, а проблема в том, что хотелось бы победить, не только привезти призовольность. Ну вот такие случаи есть. У меня было так, что я детей учеников развожу на разные секции. Экология, краеведение, география. И вот было такое, что все трояки возили оттуда обординат. В данном случае это в Москве, в Домах управления делами президента Неперсана. Там проводилась конференция ЮНЕКО. Есть еще такой опыт, в общем, мне кажется, интересный для вас. Когда мои бывшие ученики, не уехав из Кемерово, продолжают свою тему, которую они в школе начали, и с этой темы успешный Кемерово. Вот двое таких у меня, тема та же самая, значит, разбили, продолжили, я консультировал, и снова результат, снова победа. Только в данном случае уже это победа на студенческой конференции. Вот, наверное, я абсолютно отвечу на вопросы, потому что говорить можно много, а я понимаю, что у меня мало людей. Спасибо, Алина Витальевна. Вопросы, пожалуйста. А, ну еще минус мой, у меня не разница такого 100-балльника. Мои средние, мои бальники, это на 20-30% выше, средний российский показатель, средний городской показатель. Ну вот у нас было 96 баллов. 100 баллов у нас не было ни разу. Но эта проблема такая, что связана с тем, что у экономистов убрали географию лет 15 назад. Они сейчас экономисты географию не сдают. Поэтому у меня выбирают предмет, ну только от 2 до 4 человек сдают географию, к сожалению. Раньше бы сдавали гораздо больше. И даже международные отношения, даже на туризм география сейчас не требуется, к сожалению. Она должна быть так. Сейчас только на экологах. Ну естественно, и не научить про географию, нужно географию. Поэтому вот мало географии. В целом по области, по городу, нет, извините, по России выбирают только 3%, но вот у нас обычно процентов 6 выпускников выбирают географию. Вот так. Спасибо. Спасибо вам.